Вот смелись Кировский. Побыстрее нужно сделать пас в одно касание. Так и делает Шмарко. Но быстро, конечно, быстрее. Футболист в центре поля играет. Вот прекрасная подача. Удар! Гол! Прекрасно! Один момент и один гол. Великолепно. Андрей Федьков! Андрей Федьков! Блестящий удар! А какая передача была! А кто же ее сделал? Я, честно говоря, не заметил. Я думаю, мы сейчас на повторе это увидим обязательно. Вот так вот. По-моему, это Виктор Булатов. И открылся, как здорово открылся Федьков. Не стал сближаться с голкипером. И точно пробил левой ногой. Сильно. Нет, это Шмарко. Шмарко делал передачу. Вот она, излюбленная позиция Андрея Федькова. Когда-то, может быть, и арбитры не поднимут. Знаете, раз поднимут флажок, второй раз. А третий раз арбитр может подумать. А может быть, действительно нет положения вне игры. А его и не было, собственно. Да, но это такой стиль у Андрея Федькова. Постоянно. Сможно очень выходить на эти передачи. И вновь угловой слева. Хорошая снова подача с фланга. Мурат Якин сбрасывал мяч во вратарскую. Виктор Булатов разрядил обстановку. Вот опасный момент. И Хименес сравнивает счет. Угловой. В конечном итоге, который уже по счету угловой. Разыграли на этот раз удачно футболисты Базеля. И счет сравнялся. Да, снова неплотно сыграли в обороне. Грозинские футболисты. Неплотно конкретно с 15 номером. С Муратом Якиным. Который изменил направление полета мяча. Сбросил его на дальнюю штангу. И здесь уже никем не прикрытый. Хименес. Без помех. Буквально с 4 метров. Можно сказать, занес мяч в ворота. Ну что ж, все начинается сначала.